Сижу за решёткой в темнице сырой, Вскормлённый в неволе, а то молодой, Мой бывший товарищ, махая крылом, Трававую пищу клюёт за окном. Возможно, эти самые бессмертные строки Великого русского поэта Звучали в голове бывшего министра обороны России, Когда он в открытом лимузине Проезжал мимо бронированной застеклённой трибуны Своего бывшего близкого товарища. Шойгу, которая вот уже несколько дней Сидит под домашним арестом И которая выпускает к людям, чтобы пока не придёт время Не порождать лишних панических слухов, С каменным лицом катился по красной площади. Возможно, электронный браслет, Одетый на левую ногу высокопоставленного арестанта, Больно натирал ему лодыжку. Не знаю, однако по всему было видно, Что Сергей Кожегетович не очень рад нынешнему параду, Потому что для него это был явно последний парад. Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Ассалям алейкум, дорогие друзья, С вами снова я, злой Киргиз, Александр Ронкин. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, Пишать комментарии и подписываться на наш канал. И делать донаты. Ведь правда, как известно, стоит денег. Старейший диктатор Владимир Путин, Ранее известный тем, что хранил верность Своим старым друзьям и соратникам, Начинает впадать в маразм. Как это и бывает со старыми тиранами, Ему теперь повсюду навешатся враги и враждебные заговоры. И он начинает, как говорит батька Лукашенко, Перетрахивать правительство. Он их трахал, трахает и будет перетрахивать. Бывшие члены путинского кабинета, Пока как бы временно отправленные в отставку, Мучительно ждут указа президента о новых назначениях. Кто из них сохранит свои места, А значит и головы. Эта мысль не дает им ни минуты покоя, И не только им самим, Не только бывшим министрам, Но и их женам, детям, тёщам, родителям, Многочисленным друзьям, Подельникам, любовницам и детям от любовниц. Некоторое время назад в Кремле, в Москве, в России, Началось то, что всегда случается в подобные исторические моменты. Многочисленная кремлёвская клика, Расслабившаяся и успокоившаяся на своих хлебных местах, Видя впадающего в семейное состояние Владимира Путина, Решила, что теперь самое время сменить этого президента на другого, Тоже своего, но более молодого. Кремлёвские башни, кланы, силовые корпорации и группы влияния На перегонки принялись выдвигать свои кандидатуры И бороться с соперниками, Всячески подсиживая их и собирая компромат друг на друга. Тогда и полетели головы помощников, Заместителей и прочей кремлёвской швали. Но старый орёл в главной башне Кремля, Или, если вам так больше нравится, старый страдатник, На самом деле не спал и не расслабился. Это была только обманка, игра, проверка на вшивость. Он позволил своим царедворцам думать, Что именно они теперь будут решать судьбы России. А сам тем временем внимательно наблюдал, Кто из приближённых продаст его первым. И вот час расплаты настал. Плохая им досталась доля. Немногие вернутся с поля. Завтра лишь некоторые, Наименее амбициозные из бывших министров, Вернутся в свои тёплые кабинеты И в свои насиженные костлявыми жопами клетла. Многим из них вскоре предстоит сменить Пиджаке от Диора на тюремную робу. Произойдёт это, конечно, не сразу. Сначала им для вида дадут какую-то второстепенную должность В каком-нибудь второстепенном комитете. А потом однажды ночью за ними приедет Пресловутый чёрный воронок. И первый, вернее второй человек, Вся голова политики след за головой Шойгу, Это председатель Совета Безопасности Патрушин, Который уже не стесняясь заявлял о своих претензиях На верховную власть. И даже уже однажды скорополительно похоронил Путина, Перепутав карманы и вытащив по ошибке Заранее заготовленный доклад И прочитав вместо здравицы На отгробную речь по своему хозяину. Такого не прощают. Бывший друган, Надёжный партнёр по жизни Владимир Путин, Который лично обещал Патрушеву Покидать власть его сыну Димочке, Просто играл. Испытывал его на верность. И всесильный председатель Совбеза Этого испытания не прошёл. А ведь только конченый идиот Мог попасться на этот хрючок. Даже Барану понятно, Что Путин уже давно решил сам Остаться у власти. И теперь он с семимильными шагами Пойдёт по пути Намеченному воздём народов Товарищем Сталином. Он свернёт головы всем и каждому, Кто хоть однажды, так или иначе, Усомнился в его способности Править до скончания века. И кто стал самонадеянно Подыскивать на его место Своего кандидата. Скоро, скоро полетят головы. Нож путинской гильотины уже занесён. И именно поэтому он так радостно И так зловеще Хихикал, сидя на параде победы В окружении паноптикума Искалированных убийц Псевдо-ветеранов И забальзамированных старух. Красное колесо Восходит над столицей России. Аминь. На этом сегодня всё. Не забывайте ставить линки И подписываться на наш канал. Пишите ваши гадкие, А также замечательные комментарии. И делайте нам донаты. Ведь правда, как известно, Стоит денег. Ам Израиль Хай. Народ Израиля жив. Мы победим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...